Божьих благословений вам и добро пожаловать в Новый День в Победе! Мы продолжаем с вами говорить о драгоценных дарах Святого Духа. В нашем изучении даров Святого Духа мы сейчас говорим о дарах силы. И это 1 Коринфянам 12 глава с 9 стиха. Итак, эти три дара обычно мы называем дарами силы. Чудотворение – это внезапный взрыв силы, сверхъестественной силы. Но иногда это своего рода растущее событие, растущая работа, но в то же время являющаяся исключительным. Чудо – это что-то, что нарушает естественный порядок вещей. Есть разница между дарами исцеления и чудотворением. Когда мы говорим о чудотворении, например, воскресение мертвых является чудотворением. Но, например, в жизни Самсона также невероятная, неестественная сила, которая текла через его жизнь. И это чудо. Это совершенно отличается от всего остального. Этого не должно быть, но это присутствует. То, что он делает. Это внешнее проявление того, что он совершает. Я верю, что мы можем расширить понимание даров чудотворения. И добавить к этому не только необычные исцеления. Знаете, когда у кого-то просто нет зрения, а нет глаз, а кто-то переживает после молитвы то, что у него появились глаза. Это, безусловно, чудотворение. И это происходит. И у нас есть примеры тому по всему миру. Но творческий акт сотворения чего-то является чудом. Но я верю также за, например, то, что небольшое собрание имеет большую миссионерскую работу. Может построить большое здание церкви. Что-то, выходящее за рамки естественного. В этом смысле слова. Что-то, что не должно быть, это чудотворение. Это что-то, что Бог создает. И так мы должны ожидать и сверхъестественного, и чудес. Мы не должны просто смотреть на наш бюджет, на наши финансы, на то, что мы уже провозгласили естественные обстоятельства, на сообщения врачей. Господь может сотворить в твоем сердце веру за что-то. И это приводит меня к другому выводу. Тому, что здесь называется даром веры. Вера – это что-то, что Дух Святой дает нам. Вера – это что-то, что растет в нашей жизни постепенно. Но есть также своего рода дополнительная инъекция веры в обстоятельства, в которых мы находимся. А я верю, что это дар веры. Это инъекция Святого Духа. Например, ты можешь иметь веру в какой-то конкретной ситуации. Ситуация совершенно невозможная. Все знают это, все понимают, что это невозможная ситуация. Но что-то в тебе говорит – это не невозможная ситуация. Например, когда Даниил был в львином рву. И верить Богу в такой ситуации, что он выйдет. Ты знаешь, если бы Самсон был брошен в этот львиный ров, что бы он сделал? Он бы просто разорвал этих львов и выбросил их оттуда. А сам бы потом поднялся оттуда и всех бы победил. Это своего рода чудотворение. А вот Даниил, он просто там, ничего не делает. Но вера в его жизни, он знает, что он выживет. Он просто садится, засыпает. Львы ничего не делают. А на следующее утро он там, его забирают живым. Итак, это внутренняя вера. Вера за внешнюю перемену. Вера за что-то, что Бог сказал. Никто в это не верит. Вера – удивительный дар, который падает в твое сердце в определенных ситуациях, когда тебе это необходимо. Он будет присутствовать. Он как бы взрывает, дополнительный толчок дает твоей обычной вере, которой ты живешь каждый день. Когда эта ситуация заканчивается, этот дар поднимается и больше не присутствует. В этом смысле слова я верю, что дар веры очень необычный и очень важный. И что-то, что приходит в очень особенных ситуациях. Дары исцелений. Еще один дар, третий дар. Вообще-то он используется во множественном числе. Дары исцелений. Если мы будем смотреть в греческом. Есть многообразие в этом даре. Это дар, и это что-то, что нам нужно снова повторить. Это дар внутри тела Христа, для тела Христа и через тело Христа всему миру. Я не верю, что если мы с тобой хотим жить по Писанию. Иногда некоторые люди говорят, что мы верим в Писание, мы верим в непогрешимость Писания. А когда они говорят о том, что написано в Писании, они говорят, что мы, в общем-то, не так уж и верим в это. Я нигде не вижу в Библии, чтобы дары Святого Духа исчезли после первого поколения верующих. Христиан, после апостолов этого нет. Мы нигде не видим в Писании, чтобы было написано так, что в самом начале нам нужны дары Святого Духа, потому что это было до того, как Библия была канонизирована, как Писание, и Новый Завет был сформирован. А потом у нас есть уже слово «нам не нужен дух». Я не согласен с этими заявлениями и нигде их не нахожу в Библии, так как когда кто-то говорит, что он верит только в Писание и все-таки заявляет вот эти вещи, я не могу это соединить, потому что это непоследовательно и нелогично. Когда мы читаем Писание, совершенно очевидно, что Дух Святой и его дары действовали не только в жизни Иисуса, но и в жизни апостолов, и церкви, и жизни верующих. Поэтому мы верим, что Иисус Христос тот же, мы верим, что Бог не меняется, мы верим, что Дух Святой здесь, чтобы остаться, и это значит, что мы верим, что все дары, которые упомянуты здесь, по-прежнему действуют. Нам просто нужно быть готовыми принять эти дары. Дары нужно принять. Итак, в твоей жизни ты должен принимать факт, что есть дары исцеления, и когда дары исцеления действуют через тебя, это не когда ты повелишь этому произойти. Ты не у власти, ты не за рулем, ты не решаешь, я это исцелю, это не исцелю, это от Духа Святого. Вот почему я говорил это в предыдущем эпизоде, что у тебя есть написанные обещания. Например, обещание, что если все, кто приходили к Иисусу, все получали исцеление от Него, все, кто приходили к Иисусу, будучи больным, были исцелены. Это библейский факт. Иногда мы много спорим в разных церквях, между церквями, динаминациями, движениями, потоками различными внутри христианства, будет ли Бог исцелять всех или нет. Мы можем об этом, конечно, спорить с теологической точки зрения, но мы должны признать, что когда читаем Марка, Матфея, Луки и Иоанна, что в каждом случае, когда люди приходили к Иисусу, потому что они были больны, Иисус их исцелял, это библейский факт. И если мы можем это взять и постоянно применять к сегодняшнему дню, это, конечно, другой теологический вопрос. И я не буду касаться подробно, этого лишь немного, я лишь чуть-чуть коснусь. Но если мы верим, что Иисус в Евангелиях прощал грехи, мы видим, что Он также в Евангелиях исцелял больных. Это одна часть. Это обещание. Это история Библии, это Евангелие. Другое дело Дух Святой. Например, мы встречаем больного человека, мы не можем сразу же применить это напрямую. Мы должны понять, что есть работа Духа Святого в жизни конкретного человека. Мы должны, прежде всего, распознавать волю Божью. Когда ты хочешь узнать волю Божью, смотри на Иисуса. И что касается исцеления больных, никогда не было никакого вопроса ни в сердце, ни в уме Иисуса. Всякий, кто просил об этом, получал это. Я думаю, мы можем быть достаточно уверены, что исцеление – это воля Божья, потому что это была одна из целей, почему Иисус пришел на эту землю. Поэтому здесь нет никаких вопросов. Если мы будем читать Писание, мы видим это там. Есть много всего, что происходит в нашей жизни. Что-то, о чем Богу нужно позаботиться, что-то, что нужно отсортировать и отфильтровать. У нас есть проблемы, неверие, мы страдаем, у нас есть определенные обстоятельства, нам не хватает того или того в нашей жизни или в церкви. И нам на самом деле нужна мудрость от Бога. Нам нужно слово от Бога в каждой конкретной ситуации. Я действительно верю, что дары исцеления – это что-то, что мы различаем в определенных ситуациях, когда мы можем чувствовать, что Дух Святой движет нас, чтобы молиться за людей, и дар начинает действовать. И тогда начинают происходить чудеса исцеления. Мы не видим еще достаточно. Я думаю, мы не видели еще этого достаточно в теле Христа. Есть несколько причин тому, но я бы сказал, что есть фундаментальный скептицизм и нежелание, может быть, надмение, может быть, недостаток знания, есть противостояние сверхъестественному, а может быть, теологическая гордость, а может быть, страх. Самого разного рода вещи, которые нам на самом деле нужно изгнать из своей жизни. И мы должны задать вопрос себе честно, я действительно ожидаю этих даров, этих драгоценных даров, которые ты посылаешь в мою жизнь, Иисус, с неба. Ожидаю ли я, что это будет действовать во мне? Или я немножечко делаю шаг назад? Конечно, в этой сфере можно о многом чем поговорить, но нам нужно избавиться от неверия, от жесткости сердца. И даже Иисус после Его воскресения, когда Он встретился с учениками, Он заметил, что они не верили. И тогда Он обличил их в жестокосердии и неверии. Я думаю, что когда мы говорим о дарах Святого Духа, я думаю, что в основном также о дарах исцеления мы должны понять, что здесь есть что-то, что мы должны принять как дар, как драгоценный дар, который Бог. И мы видим это так ясно, глядя на Иисуса, что Иисус, видя толпы народа, имея сердце Божье, был наполнен состраданием и исцелил людей. И вот такое отношение. Мы не говорим, что мы можем решить все индивидуальные вопросы и знать, почему в точности. Одни вроде бы исцелились, а другие нет. В этом есть по-прежнему определенная тайна. Но эта тайна не настолько большая, чтобы мы перестали слушаться заповеди Иисуса. А она звучит так. Возлагайте руки на больных и ожидайте, что они будут исцеляться. И поэтому дар исцеления – потрясающая помощь. В таких ситуациях есть так много, что можно сказать об этом, и я продолжу говорить об этом в следующих эпизодах. Спасибо, что смотрели этот эпизод. Мы продолжим рассматривать глубже дары Святого Духа, а также то, как действует Дух Святой, также в вопросе исцеления. Но до этого желаю вам нового дня в победе!